Добро пожаловать на канал How to Spain. Меня зовут Виктория Белякова. Я хочу поделиться своим опытом жизни в Торревьехе. Сегодня поговорим о плюсах и минусах этого города на моем опыте. Я живу в Испании с 2014 года и из этого времени прожила большую часть своей жизни именно в Торревьехе и окрестностях. Так как до сих пор у нас много клиентов живет именно в этом городе, мне бы хотелось рассказать, как все здесь происходит на самом деле. Я надеюсь мои выводы будут объективными, но буду рада вашему мнению в комментариях. Давайте начнем с плюсов. Их будет довольно много, но забегу наперед, минусов все же будет больше. Вы можете посмотреть мой первый отзыв и я согласна с большей частью тех пунктов, которые я озвучила. Но сейчас у меня уже окончательно спали розовые очки, появилось больше опыта, больше практики жизни, столкнулись со многими проблемами и теперь я готова рассказать, как все происходит на самом деле, когда вы уже стали практически местным жителем. Итак, первый плюс я бы отметила расположение. Торревьеха удобно расположена относительно международного аэропорта Аликанты. Причем в Аликанты больше рейсов по более низким ценам, чем в той же Валенсии. Вы можете улететь на Майорку, по всей Европе за просто смешные деньги. У нас есть знакомые, которые ищут билеты на самолет буквально по 5-10 евро и они их отслеживают через Райн-Эйр или просто через поисковики авиалинии. Второй плюс легкая адаптация Украины или русскоязычных людей. Торревьеха это как интернациональная солянка. Она известна как русская столица Испании. И испанцев здесь на самом деле всего около 56%. И остальную часть, практически половину, занимают иностранцы. Это, наверное, нонсенс для городов, где практически половина населения это приезжие люди. А среди иностранцев есть две основные группы. Это англичане и украинцы и россияне. Конечно же, после войны наше население увеличилось. Соответственно, здесь практически в каждом секторе услуг, в кафе, ресторанах, в банках есть русскоязычные сотрудники или представители. Ну и уже, конечно, молчу о том, что практически в каждом агентстве недвижимости говорят на русском языке. И если Валенсия начинается с подбора школы для ребенка, как правило, в нашем случае, то Торревьеха часто начинается именно с покупки недвижимости. Сюда люди приезжают несколько раз на отдых, им нравится, они приобретают себе жилье. Скажу о хороших районах на моем опыте, по моему мнению. Агуасноэвас, именно там мы жили длительное время. Вид из окна на море, через дорогу у нас была Меркадона, буквально 10 минут 15 пешком до моря. При этом не было такой влажности, когда вы живете на первой линии в самой Торревьехе в центре. Поэтому район для жизни нравился. Ла Мата, немножко подальше, тоже тихое, спокойное место для жизни на берегу моря. Кабо Сервьера, Торо Дель Моро и Лос Балконес. Вы можете увидеть название этих районов в описании к видео. И, конечно, свое мнение, если вы уже жили там или, возможно, ваши друзья, и можете дать свою оценку. Следующий плюс – рынок. Каждую пятницу приезжает в фермерский рынок, где можно приобрести свежие овощи, фрукты, некоторые товары домашнего производства. И стоимость очень демократичная, особенно если вы приходите в конце дня. Я живу долгое время в Валенсии, если вы не знаете, посмотрите это видео. Так вот, в Валенсии таких рынков просто не существует. И мы по нему очень скучаем. Один из важных плюсов Торревьехи в том, что в общеобразовательных школах не всегда обязательный язык Валенсиано. Иногда от него даже можно отказаться. В Валенсии этого сделать нельзя. Это будет обязательный предмет в вашей школе. Если вы приехали только в Испанию, это первый год адаптации, и ребенку сложно одновременно учить несколько языков, Кастыяно, то есть государственный язык именно в Испании, и местный региональный Валенсиано, то, возможно, Торревьеха вам понравится. Здесь с этим вопросом намного проще, чем в Валенсии. Неожиданный плюс Торревьехи в том, что здесь много работы. Да-да, вы не ослышались. Я бы сказала, наверное, больше, чем в Валенсии. Много работы для иммигрантов, для иностранцев. Если вы приехали и владеете русским, украинским, английским, еще хотя бы как-то испанским, у вас есть шанс устроиться на работу зарплатой от 1200 до 1800. Я бы сказала, это так. Если вы пойдете в риэлторы, будете зарабатывать еще больше. Я не знаю точно, но говорят, что в среднем риэлторы зарабатывают около 3000 евро в месяц здесь, в Торревьехе. Если знаете другие цифры, обязательно поделитесь им. Так вот, если вы приедете с теми жанными в ту же Валенсию, вас, ну, скорее всего, не примут на работу, потому что нужно соответствовать большим критериям. А здесь такой большой спрос на недвижимость, в ресторальной сфере и так далее, что постоянно нужны люди. И строиться, просто владея несколькими языками, очень просто. Ну и самый очевидный плюс Торревьехи, это, конечно же, климат и наличие пляжей. Говорят, что здесь 320 солнечных дней в году мы не считали, возможно, чуть больше и чуть меньше, в зависимости от года. Но это так, здесь постоянно солнечно, такая редкость, как сегодня пасмурный день, который отлично подходит для съемки, большая редкость. Поэтому люди приезжают сюда наслаждаться жизнью. Здесь не только русскоязычные, украиноязычные, здесь много англичан, как мы уже с вами упомянули, норвегов, шведов и так далее. Пляжей здесь достаточно. О минусах этих пляжей поговорим немного позже, пока давайте все же отметим, что это хорошие пляжи, которые очищают. Многие из них имеют знак качества «голубой флаг». И большинство туристов приезжают сюда именно для пляжного отдыха. Мы называем Торревьеху Ялта, украинская Ялта. Я помню, когда я жила в Крыму, вот у меня, в принципе, ощущение было плюс-минус такое же, как от Торревьехи. Везде кто-то продает, заходи, покупай. Забыла сказать о самом главном преимуществе Торревьехи. Это уникальный микроклимат. Сюда приезжают люди со всего мира, чтобы оздоровиться. В частности, те, которые страдают астмой, псориазом, артрозом, аллергией. Сюда приезжают и буквально через несколько месяцев они видят улучшение здоровья. Среди моих знакомых есть семьи, которые приехали с детками, которые в своих странах были слабенькими, плохо росли, имели многочисленные простуды, были такими хиленькими. Они приезжают в Торревьеху и буквально через один сезон они видят совершенно другого ребенка, сильного, активного. Здесь многие дети занимаются спортом, что также является большим плюсом для физической формы. Кроме того, давайте вспомним о том, что в Торревьехе находится природное чудо света, розовое озеро и голубая лагуна Ла Мата. И сама Торревьеха расположена между горами, что создает приятный микроклимат. Здесь тепло на протяжении всего года, нет холодных зим, даже зимой можно увидеть купающихся. Конечно, мы не привыкшие к температуре воды около 17 градусов, не знаю сколько, но она прохладная. Но Норвеги, шведы вполне себе могут устроить заплыв в любое время года. Здесь нет шубы и сапог. В течение всего года многие ходят просто в шортах и сланцах. Один из минусов Торревьехи – переполненные пляжи. Да, их здесь 4 или 5, но места на всех, как мне кажется, не хватает. Более-менее свободный пляж – пляж Науфрагус, который находится уже практически на выезде из города. Если мы говорим про центральные пляжи, они всегда переполнены. Из-за этого сложно найти место, чтобы комфортно позагорать. Да, и вода не всегда чистая, потому что песок постоянно поднимается со дна. Ну и дети постоянно бегают буквально по головам со своими ведерками, песком и так далее. То есть шумно и расслабиться, отдохнуть у моря, как вы представляете, это, возможно, в своих мечтах не всегда получается. Я никогда не была на Брайтон-бич в Штатах, но почему-то мне кажется, что Торревьеха могла бы быть вторым в Брайтон-бич, как маленькая Одесса. Здесь много наших, что буквально куда бы вы ни пошли, вы везде будете слышать русскую или украинскую речь. И, вы знаете, когда живешь за границей, обычно ты разговариваешь с подругой или по телефону, ну и просто обсуждаешь какие-то темы по работе, либо личного плана. И в Торревьехе нужно быть очень аккуратным, потому что вокруг вас все понимают вашу речь и все все слышат. Один из самых существенных минусов Торревьехи в том, что здесь низкое качество образования. Я думаю, даже самые ярые любители Торревьехи согласятся со мной в этом плане. Что я имею в виду под низким качеством? Если мы возьмем общеобразовательные школы, здесь преподаватели меняются часто. Почему? Если вы задумывались об этом, даю ответ на этот вопрос. В Испании так устроена образовательная система, что учителя сдают ежегодно экзамен на свою квалификацию. Чем больше баллов они набрали, тем больше вероятность того, что они могут выбрать школу, в которой они хотят работать, в город, где они хотят работать. Если они набрали мало баллов, их отправляют в те школы, где не хватает кадров. И в Торревьехе часто можно увидеть преподавателей из Мадрида. Что это значит? Эти преподаватели не прошли свою квалификацию, чтобы остаться в Мадриде, например, и приезжают в Торревьеху. Здесь даже есть определенный вид аренды недвижимости, пара профессорес. Вы можете увидеть в объявлениях, что недвижимость сдают только на школьный сезон. И, конечно, не хочется, чтобы ребенок учился в школе, где преподаватели выбирают по остаточному принципу. Кроме того, здесь всего одна частная школа, которая также расположена довольно далеко. И, насколько я знаю, она ни разу не вошла ни в какой список топовых, престижных, высококлассных учебных заведений Испании. В Валенсии же частные школы часто попадают в различные рейтинги. Кроме того, здесь нет ни одного высшего учебного заведения. Ближайшие находятся в Аликанты и в Урсии. То есть вам нужно ежедневно в одну сторону проехать 50-70 километров и, соответственно, обратно. Либо арендовать жилье в Аликанты и Мурсии, в ближайших городах, чтобы учиться там. Это дополнительные расходы на обучение. Гораздо легче, если вы изначально выбрали, например, Валенсию. Там есть университеты, там есть классные школы. И вы понимаете, что вы ежедневно инвестируете свое время, если частные школы, то деньги, в качественное образование для своих детей. А значит, в их будущее. Также в Таревьехе на сегодняшний день, а сейчас в мае 2023 года, здесь нет ни одной школы с аккредитацией Института Сервантеса. Скажу по секрету только сейчас, только для вас, что мы работаем над этим вопросом. И, возможно, в течение года здесь уже появятся такие учебные заведения, и студенты смогут приезжать сюда. Но на сегодняшний день этого нет. Чтобы узнать актуальную информацию о том, есть ли школа или нет, вы можете перейти по ссылке, которую увидите в описании к этому видео. Нельзя не упомянуть большую конкуренцию во всех сферах. Мы уже говорили, что это плюс в случае, если вы риэлтор, у вас будет высокая зарплата. Но если, например, человек приехал нелегально, и как многие здесь предоставляют услуги кулинарии, то есть что-то готовят, пекут дома, маникюр и так далее, они из-за того, что слишком много людей предлагают одну и ту же услугу, очень узкой группе людей, то есть нашим же иностранцам, то стоимость сами себе сбивают. В некоторых сферах она все еще выше, чем, например, в Валенсии. Ну, к примеру, маникюр в Валенсии я хожу делать 18-19 евро, это в салоне, то есть там оплачивает налоги мастер и так далее. Здесь, в Торевьехе, насколько я знаю по отзывам своих подружек, в среднем 23-25 евро, и это девочки делают на дому. Но я знаю, что даже намного выше были цены, когда было меньше наших русско-украиноязычных мастеров маникюра в Торевьехе. Минус Торевьехе – плохая транспортная развязка. В том плане, что да, Торевьех удобно расположен, если говорим про аэропорт, про интересные города рядом, но если внутри города, то вам просто необходимо иметь автомобиль. Например, Валенсия – это город 15 минут, где все расположено в радиусе одного километра, наверное, школа, больницы и так далее. Вы всегда можете дойти пешком. В Торевьехе же вам, даже если просто съездить в супермаркет, во многих районах нужно воспользоваться автомобилем. Одна из проблем Торевьехи – это низкое качество строительства жилья. Тонкие стены, застройки, которые через несколько лет начинают протекать и так далее. Здесь не конкретно про какую-то одну компанию, одного застройщика. В целом, если взять среднее качество по этому региону, оно довольно низкое, если сравниваем с другими частями Испании. Например, с севером Испании или даже с той же Валенсии, где более, я бы сказала, наверное, фундаментальные какие-то здания. Мы сняли сейчас квартиру для отдыха, и я поднимаюсь по ступенькам, и в мелочах, вы знаете, по-испански это слово «хутре». «Хутре» – это как халтура. Вот во много. В мелочах просто видите, что это сделано наотмашь, а бы быстрее продать. И клиентоориентированности, какой-то долговечности в таких домах, к сожалению, не чувствуется. При этом стоимость недвижимости растет с каждым годом. Если у вас много энергии, вы амбициозны, то в Таревехе вы заскучаете в первый же год своей жизни. Среди моих знакомых, многочисленных знакомых, я не знаю ни одного человека, который жил или живет в Таревехе и не хотел уехать или не хочет сейчас уехать. Практически все, кого я знаю, 99,9% имеют планы переехать отсюда в ближайшем будущем. У каждого есть свои причины. Кто-то хочет переехать, потому что достиг своего пика в профессиональном развитии. Как вы уже поняли, здесь агентство недвижимости, рестораны и какие-то небольшие услуги по сервису для иностранцев самые популярные. Если вы хотите расти выше, у вас профессии предполагают более крупные компании, сделать это будет очень сложно в Таревехе. Вторая категория людей уезжает из Таревехи, когда дети начинают подрастать, потому что нужно готовиться к университету. А так как мы с вами сказали, что качество образования довольно низкое, в Таревехе хорошо жить, когда дети маленькие. Здесь действительно комфортно, пляж, безопасно, все хорошо. Но как только нужно давать дополнительные знания для того, чтобы ребенок набрал достаточное количество баллов для прохождения экзамена в университет, родители в срочном порядке начинают переезжать в другой город, отдавать в более качественную школу и делать упор на образовании, чтобы в будущем у ребенка была возможность получить востребованную профессию и стать профессионалом. А знаете ли вы, что чуть более ста лет назад Таревеху полностью снесло под корень землетрясением? Конечно, в то время здания были не сейсмоустойчивые, как сейчас, сейчас за этим следит правительство, но тем не менее здесь довольно часто можно почувствовать толчки землетрясения. В местных чатах, в фейсбук-группах можно увидеть такие сообщения. Ой, что это было? Ой, а вас тоже тряхануло? И подобные сообщения, где люди обмениваются опытом, как их тряхануло в зависимости от того района, как далеко они находятся от эпицентра землетрясения. Самый странный минус Таревехи в том, что здесь большая сложность с пропиской. Это как-то на уровне муниципалитета, на уровне местных властей определено создавать дополнительные сложности иностранцам для прописки. Даже если вы владеете недвижимостью, вас не хотят прописывать. Они говорят, что ну хорошо, ты владеешь недвижимостью, для чего тебе прописка? Очень сложно это доказать. Многие прописываются уже с помощью юриста, берут с собой адвокатов. То есть по закону вас обязаны прописать, но на практике все происходит очень сложно. Друзья, скоро уже закончим минусами. Но посмотрите, несмотря на все минусы, все равно Таревеха классная. Здесь есть свалая атмосфера. Итак, вернемся к нашим минусам. Их осталось буквально несколько, по моему мнению. Влажность в квартирах. Так как многие здания находятся на первой, второй, третьей линии моря, здесь часто влажность в квартирах. Я когда печатала документы на принтере, у меня, знаете, как когда утюгом сушишь мокрое белье, идет пар. Из бумаги шел пар, просто из принтера. А сегодня мы спали, и была такая влажность в квартире, что просто некомфортно. Многие используют дома осушители для того, чтобы избежать этих нюансов. Кроме того, из-за влажности во многих квартирах, домах появляется плесень, которую сложно очень вывести. А если были нарушены какие-то стандарты при строительстве, то плесень появляется с вероятностью. Для меня еще один из минусов Таревьехи, как я это называю, скандалы, сплетни, расследования. Мне кажется, что так как люди редко заняты какой-то профессией, работой, которая полностью увлекает их, то часто появляется слишком много свободного времени для обсуждения жизни других людей. И это происходит довольно активно. Люди, когда, как я уже говорила, здесь все говорят на русском, можно слышать. Иногда сидишь за столиком в кафе и можешь узнать про всех своих соседей, кто что о нем говорит. Мне это не нравится. Я предпочитаю говорить об идеях, о будущем, о книгах, о том, как мы можем быть полезны миру или друг другу и так далее. Сплетни, мне кажется, это удел тех, у кого слишком много времени и он не посвящает достаточной энергии полезному делу. В последние годы Таревьеха активно растет не только в количестве жителей и туристов, не только в количестве открытых бизнесов, но также в уровне культурного развития. Мне очень нравится театр Эльфар, это экспериментальный театр, который проводит регулярно свои постановки. Насколько я знаю, самое известное 7.40, и местные жители приходят туда по несколько раз. Там играют как профессиональные актеры, так и те, кто только начинает свой актерский путь. Если вы творческий человек, я прям рекомендую связаться с ребятами, вы наверняка найдете много общего. На этом закончились мои плюсы и минусы у стя 9 лет жизни в Испании. Друзья, напомню, что меня зовут Виктория Белякова, офис нашего агентства по делам иностранцев в Испании открыт в Валенсии, и сейчас мы планируем открытие в Таревьехе. Также мы работаем удаленно. Наши основные услуги это образование, страхование и административные услуги. И вскоре у нас появится услуга по сопровождению сделок свинедвижимости. Обращайтесь к нам, будем рады быть вам полезными. И, конечно, ваша обратная связь, ваши комментарии, ваше мнение в комментариях. Давайте соберем честный, искренний отзыв к Таревьехе и поможем каждому всей нашей компании How to Spain. Это как раз-таки помочь человеку сделать правильный выбор, осознанный выбор, учитывая все реальные плюсы и минусы. Мы даем свою информацию на нашем опыте, но ваш опыт и ваше мнение очень важно для нас. Я не прощаюсь с вами надолго. На нашем канале How to Spain новые видео выходят каждый день, несколько раз в неделю, рилс каждый день, то есть шортс. Подпишитесь на наш канал и будьте в курсе всего интересного и полезного для иностранцев.